Также стало известно, что Новороссийский морской торговый порт, который управляет терминалами в портах Новороссийска, Приморска и Калининграда, попал под последние санкции Евросоюза. На сайте порта опубликованы заявления о том, что все обязательства будут выполнены. Новороссийский морской торговый порт продолжает оказание услуг всем клиентам в штатном режиме. Все обязательства будут исполняться без ограничений, говорится в сообщении. Отмечу, это крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. К слову, через Новороссийск, в частности Каспийский трубопроводный консорциум, поступает и казахстанская нефть с общежных месторождений западного региона нашей страны. Нефть транспортируется до морского терминала в поселке Южная Азареевка, где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Впрочем, некоторые эксперты считают, что Запад не сможет долго обходиться без привычных энергоресурсов и ослабит санкции, по крайней мере, в этой области. В ближайшие несколько дней, может быть, недели, это может быть и подействие, но потом они же похватятся. Когда у них все начнет расти, я же говорю, они не просчитывают, в отличие от американцев, они впоследствии не просчитывают европейцы. Я думаю, что серьезно надолго вот эти санкции не протяну. Вы посмотрите, что сейчас строится с ценами на газ, они уже перевалили за 2200 долларов, 1000 кубометров. Цены на нефть тоже превышили 100 долларов за баррель. Те же самые Соединенные Штаты, они не в состоянии обеспечить Западную Европу тем количеством газа, которое необходимо. Катарту тоже не сможет ничем помочь. По некоторым оценкам, до 40-40% газа обеспечивались поставки из России.